Тяжелая неказистая жизнь обольщенного эльфиста. Вот очень так хотела сказать. Привет, зритель! Вот у меня сейчас рот до ушей, вообще часа два назад был совершенно не до ушей, а стильтное такое охреневание негодуя. Я умудрилась где-то ещё рук повредить в локте. Иногда бывает, когда на вас дохрена одета, и зима, и вы схреначили руку в локте, и так как это тёплая шкурка на вас, и чё-то держали, то вот в локте оно потом болит. Сейчас ещё умудрилась пятый угол найти на этом... Да, это обзор продуктов, вот на этом самом... Да, если вы любите обзор продуктов, то слушайте весь этот поток сознания, а потом смотрите. А если не любите, то валите куда подальше. Не портите потом в каментах мне настроение, себе и окружающим, в основном окружающим. И не показывайте свою гнилую натуру в каментах, потому что вы-то высрались, а потом люди читают и думают, чё за мода гнилой. Короче, я ещё умудрилась опять же правой ногой, правая рука, правая нога шарахнуться, полочку, на которой стоит глава дакомпа, вообще вот пятый угол в круглой комнате найду без проблем. В общем, из-за того, что у меня теперь вот тут болит, хотя я подозреваю, может, ещё оно ещё от того болит, что я вчера слегка большее упражнение сделала, чем обычно, на некоторых штуках, на одной определённой, то, в общем, как-то не рискну я сегодня идти на тренажёры, потому что там по большей части, где вот то, что я делаю, эти силовые нагрузки, там в основе действованы руки, а вот тут оно болит, думаю, рюк поврежу. Пусть ушёл ещё, она сегодня поболит, а завтра я дойду уже спокойненько, если чё, перевыполню этот норматив свой, нормативы, нормативы. Короче, гонял меня чёрт по нужде в одно место, а там рядом магазин Ашаны, я думаю, чем чёрт не шутит, точнее, какого хрена я сюда приехала, мне ещё настроение испоганили, пойду-ка я в Ашан. И пошла я в Ашан, короче. Пошла я в Ашан, а я ещё вчера, позавчера и на днях так хотела огурец. А чё-то в магните огурец или был, или он мне как-то не прониклась, или там цена была непонятна, на какой огурец. А тут... Ой, блин, простите, зеваю. Блин, и мне сегодня вообще такое, я как бы выспалась, но я вот весь день куда я там шла, обратно ехала, в общем, как-то так это вот на воздухе была, так спать хотелось. А хотелось привлечь в снежок, лечь в снежок, привлечь и уснуть на веки вечные. Сигма, трейд, первый раз вот такие увидела, но это, в общем, я так поняла, что когда какие-то санкции в России ввелись, то сельское хозяйство, участников и у прочих по большей части поднялось на другой уровень. Вражки стали жрать своём, потому что оттуда, откуда, где раньше привозили, не стали привозить. Ну и как-то вот. Бананы, конечно, в два раза подорожали с тех времён, так они где-то в два раза подорожавшие есть. Короче, огурцы, короткоствольные, точнее, короткоплодные, пардон. Можете потом докопаться до слова и посрать в каменты. У меня остатки возбуждённо как-то, ну, короче, то самое настроение, которое у меня было в предыдущем опросе, в скобочках написано. Спасибо вам за то, что вы сами о себе говорите, я гнилой, я не считаю труд вот этот вот трудом, умственный труд трудом не считаю. Или пишут, да, я, конечно, считаю, конечно, это не огород скопать. Да, огород, слушайте, я когда скопаю огород, в смысле землю, что-то делаю физическим трудом для того, чтобы мозги раскрутились. Потому что в тот момент уже мозги не могут соображать, им надо физической нагрузкой страдать. Вот тут огород не покопаешь, мебель не подвигаешь, ибо всё стоит как надо, и вообще квартира, которую я хотела, чтобы разгрузить мозги. Как сказал товарищ по скандейту, это да, это весело. Я готовлю пожрать. И, в общем, короче говоря, у меня вот такие остатки того, вроде как, немножко агрессивного, но позитивного настроения. Поэтому я, возможно, какую-нибудь хрень ляпну. Ну, такую, которую не свойственно мне в другое время говорить. Так, 450 грамм у нас тут эти огурцы. Первый сорт, товарный сорт первый. Вот Sigma Trend первый раз слышу. Я видела, что под Москве в каком-то там месте выращивают что-то в таких вот этих, типа, закрытых грунтах, ну, в теплицах, видимо. Ещё где-то там выращивают. Ещё где-то, а это у нас Мордовская республика, город Саранск, посёлок Озёрный. Выращенная в защищённом грунте. Собрана она у нас, ну, не знаю когда, но поставка 5 декабря. Недавно совсем. Срок годности 15 суток. В общем, купила я себе. Я не помню, чек у меня или в пакете, или в кошельке. Если в кошельке, то кошелёк уже там. На 300 с чем-то оно у меня всё вышло. Ну, в смысле, вся покупка. В общем, вот такие огурчики. Там были огурчики на развес, они так выглядели, вот, мягкие, короче, как мой кабачок вчерашний, который коньки откинул один из. Я вчера воела кабачок. В смысле, уделывала кабачок. Хотела заняться тайпом, но так как форс-пажёрное обстоятельство, пищевых продуктов были превыше всего, ну, можно было потерять ещё один кабачок. Я решила, что надо, вот, у меня печка щёлкнула, потому что там сушились, а досушились второй раз уже, вчера ещё ставила. Зёрна кабачка. Мне что-то так жаба задушила столько зёрен кабачка, который выжил, и который я уделывала. Выкинуть, я загуглила в Яндекс.Телефон, можно ли что-то сделать с этими кабачковыми зёрнами. Оказывается, если у вас больной желудок или типа того, вот у меня он такой, периодически. То надо жрать эти зёрна. Да, вот, слово жрать, я понимаю, что я девушка, надо говорить, кушать. Вот, по большей части, я так и говорю, ну, вот, у меня остатки агрессивно-позитивного настроения. Где-то я шарахнулась, у меня пошла кровь. Кровь на руке Лёли. Лёля умеет, видимо, сегодня день этого, пятого угла. Я совсем забыла, думаю, что у меня такое мокрое и холодное. У меня разморозились три перца на развес. Я не поняла. Тут 200 грамм у меня на 35, что ли, с чем-то вышло. 170 рублей, кажется, килограмм эти перцы. Вот я как-то в упаковке покупала от «Каждый день» Ашановские. А вроде 300 грамм или 400 этих перцев. Но я их покупала ещё летом. В общем, я не поняла, дешевле покупать в упаковке каждый день или вот эти замороженные. Ну, замороженные, они как-то ярче выглядят, чем в упаковке каждый день. Они такие какие-то блеклые, будто из них всю краску достали. Так, куда-то тебе положить-то? Туда. Сюда тогда положу. У меня там кот, наверное, где-то фоном. Ой, я забыла халат убрать. Если вас очень поповолит, что у меня розовый халат на кровати лежит, то заткните свою попу чем-нибудь. А если не очень и вам вообще пофигу, то, ну, гаманьте. Я забыла, что я его забыла убрать. Так, что это у меня такое? Ой, я же сегодня купила хлебцев. Каждый день хлебцы ржаные. 75 грамм. Что-то 10, что ли, или 8 рублей, я уж не помню. Да, чек у меня не видят на где. Короче, что-то я вдруг решила купить хлебцев. Думаю, может, с авокадо и сахамячу. Что у меня тут? Или я так есть хотела? У меня есть, короче, суп, про который я забыла. И он у меня стоял в холодильнике. Он долго стоял, что, может, ему неделя. Когда я там терла эту свеклу в заморозку в инфобокс. В инфобокс в инстаграме, скидывала или нет. Короче, еще и не гретик ваяла. И, в общем, у меня это свекла в этом самом борще. Вот как раз тогда и варила. И я забыла туда положить картошки. И вот то ли из-за того, что там нет картошки, такой слегка странный вкус. То ли еще что. Там в основе не сколько мяса свиного было, сколько сала свиного. Но кусок сала с мясом. И, в общем, я его сейчас прокипячу, попробую. Если он тоже будет таким же странным вкусом, то, наверное, лучше сварить курочку. У меня есть еще два банана. Я вчера сделала из бананов этот бановый. Не поверите, очепяталась. Хотела побыстрее так все залить людям, чтобы порадовать. И пойти свалить свои дела делать. И очепяталась. Но люди умеют иногда поправлять. Я узнала, что есть такое, вот знаете, ну, пишет там какой-нибудь человек, там, что-то такое на доске на уроке. Ученик какой-нибудь. А сзади класс ржет. А учитель там куда-нибудь свалил или не понимает, или не доходит. И класс ржет, допустим, бановый. Ха-ха-ха. Или банановый. Ха-ха-ха. Вот я в ступор впала от такого камента. А этот... Ну, так как в этом, блин, вопросе за натуральность на тот момент лидировала натуральность, не знаю, как сейчас, поэтому я вот этот камень вспомнила. Ну, и слушайте, я ржу. Мне сказали, что я ною. Я так охренела. Никогда в жизни не ныла вообще. У меня когда в детстве были проблемы в школе, я два месяца терпела, прежде чем решить, что я не хочу это терпеть. И мама меня практически на допрос вызвала, чтобы выяснить, что у меня за проблема такая. Я все проблемы привыкла сама решать. А я не умею до сих пор, ну, частично не умею просить людей о помощи, но никогда не замечала себя, чтобы я ныла. Ребята, вы вообще охренели. Там один человек, точнее. Ну, короче говоря, этот, в общем, был у меня там йогурт этот банановый. Я там еще остался, я сегодня его утром захомячила. Но я думаю, или сама съем, у меня еще кефир остался, или сделаю йогурт. Но вообще я поняла, что все-таки, вот я делала эксперимент один и два раза, лучше взбивается, когда банан прозрелый такой, не совсем черный, но уже так, ближе к тому, чтобы почернеть. И у меня там еще кусочек, наверное, надо было чайную всю ложку положить, а не две чайные ложки, точнее, не чайную ложку с двойной горкой этих самых штук. Вкусно пахнет. Зерна, что ли, эти такие. Или у меня в пакете что-то такое вкусное. Но, короче говоря, не... Надеюсь, я там не усиленно их пережгла. Ну, если что, будут жареные. Воздушные, воздушные черна кабачка. Мне потому что вчера просушила, показалось, сейчас открыла, что они не очень досохли. Думаю, и у меня там время идет или на три минуты, или, ну, вот где-то так на три минуты. И, в общем, у меня, наверное, минут на семь это вышло. Хрен знает. Короче, посмотрю сейчас. И... Вот у меня этот леновый лен остался нафиг. Там такой шарик. Думаю, что это такое осталось на дне кувшинчика. Я попробовала, поняла, что это... Почему-то он в шарик вбился. В общем, буду, наверное, если я их не забуду съесть, то потом куплю кефира и сваяю себе йогурт. На полудокшем кефире. Бананы, кстати, вешала там же, вот, где можно взвесить, и цена приклеивается из фигни вылетающей. 59 рублей килограмм бананов. Бананы у меня вышли на 28 рублей 20 копеек. Бананы весовые. Все-таки, да, вот это. Что-то у меня тут эта рука-то... Вам-то не видно, я тут руку. Болит, короче. Ну, а я думаю, ее обычно так на сутки хватало боление. Я забыла совсем, я же купила сыра тертого специально. 100 с чем-то, 106 или 110 рублей пакетик. Тут 200 грамм. Эдем, сыр тертый, лакомо. Ух ты, лакомо, это их фирма. Я только сейчас заметила, я еще что-то тогда покупала, я не глянула, кто его делал. Хотела кусковой купить, но помню, кусковой у меня откинулся на пятый день. Решила, что тертый все-таки удобнее. Им можно и макароны посыпать, и картошку посыпать, и еще что-нибудь посыпать. Если уж совсем приспичит сыра, то можно и так пожрать. Еще купила я свою любимую колбаску. Кот ее тоже любит. Докторская, классическая, вареная. А, этот, каждодневная. 102 рубля 30 копеек за килограмм. Тут 328 грамм, 33,55. Я с ней тут кабачок последний раз делала. Так, там, вот ее унюхать, нафиг, сюда поставлю. Что еще тут купила? Слушайте, столько всего на 307 рублей. Я и забыла уже, что я купила. Я какой-то ролик смотрела, еще во флудилку кидала. Там, значит, было типа 7 завтраков. И вот видно было, как отруби такие шариками заливают молоком. Я думаю, купить, что ли, отруби в шариках. Ну, что-то я глянула, там какой-то состав. Ну, там нормальный состав, но какой-то он не совсем отрубной. И я увидела, какие-то сокольнические пшеничные отруби диетические. То ли 8, то ли 10 рублей за пакетик. Они последние были, я решила купить. Хочу потом это и с молочком зафигачить, или тут написано в кашу добавлять. Короче, попробую. Когда-то, наверное, в детстве я их тоже ела с пинкомамой, потому что надо было что-то. А, еще эти хлеб же с отрубями едят. В общем, вот у меня тут этот мой авокадо. Вика, я знаю, что ты ешь авокадо. Скажи мне, правильно ли я выбрала. Там был какой-то не совсем зеленый, и в основном вот такие все. И они такие, как бы, слегка с потертостями, или чем-то такими. Я решила, что, наверное, если на нем есть какие-то прожилки, вот такая, допустим. Видно тут, куда я ее сую, да. То это, значит, он, в принципе, должен быть, типа, натуральный. И как его хранить, потому что, я не знаю, вот он такой крепенький. Можно его сейчас порезать, чтобы на масло намазать. В смысле масло? Как масло намазать? Или нет? Ой, по ходу дела у все. В общем, вот на этом у все. Вот такой у меня обзор жратвы из болтологии. Малость. Пойду я сейчас в темпе вальса варить макароны, кипятить этот борщ, чтобы проверить, ну, как его есть можно или нет. Еще гляну, я коту днем сегодня нагревала, думаю, если он сожрет, то, значит, можно есть. Хотя иногда он такое странное ест, а иногда не ест то, что вообще как-то удивительно, что он это не ест. Так что вот. Всем хорошего настроения. Чтоб вас окружали люди, а не дебилы. Чтоб вас окружали нормальные люди. В сети, не в сети вообще. Вежливые, хорошие люди. Всем пока!